В чате ютуба Евгений Шаляпин спрашивает, какое будущее у России, по вашему мнению, хотелось бы знать? Варианта два, друзья. И здесь, еще раз говорю, не нужно быть гением, чтобы все это понимать. Сейчас в России установлена власть олигархического меньшинства. То есть элита, пользуясь своим положением, через государственные аппараты, через государственное управление, принимает законы в своих интересах. Это и есть, собственно, диктатура буржуазии или власти богатых, как угодно можно это называть. Развитие у этого направления, оно только одно. Это всегда фашизм. Всегда. То есть это ситуация, при котором вот эта элита, эти сверхбогатые люди должны зарабатывать все больше и больше, монополизировать рынок, а далее пользоваться своим монопольным положением. Это закончится тем, что бедные слои населения будут настолько беднеть, что они будут испытывать негодование, их будет очень сложно обманывать. А с учетом развития других средств коммуникации, они еще и будут очень тяжело управляемы. Их мнением будет очень трудно управлять. И это приведет к тому, что люди начнут объединяться и вместе бороться за свои права. А профсоюзным движением, какими-то, значит, я не знаю, там, политическими, общественными структурами. И у власти для того, чтобы сохранить за собой эти богатства, они не будут рассматривать возможности от них отказаться. Это будет противоречить их природе. То есть это такой инструмент жадности, который вот или мне, или никому. И они будут вводить реформы, которые будут ограничивать права и свободы людей. Мы видим это на примере России на протяжении всех 30 лет. Вот с самого первого дня, вот как, собственно, социалистическая система поменялась на современную капиталистическую либеральную модель. Пусть либералам это не колет уши, да, что, ну ты что, Коль, либерализм, это же свобода слова, это же там свобода печати, это там права граждан, там вопросов нет. Так-то оно может и так. Но с экономической точки зрения, либерализм, как, собственно, капиталистическая такая модель, да, идеология, она все-таки предполагает частный рынок, да, частную собственность и свободу предпринимательства. И в Российской Федерации там правдами, неправдами это все равно есть. Да, пусть это оттеняет в там рейдерских захватах и каким-то там вымогательством со стороны налоговой или там полиции. Ну, простите, система социально-экономической формации никогда ровной не бывает. Ее шатает, например, влево, да, как в Швейцарии, да, это все равно капитализм, но с большими обязательствами со стороны государства, да, большими социальными гарантиями в адрес граждан. Или шатает вправо, как это, например, происходит сегодня в России, да, где есть какие-то элементы феодализма в виде, я не знаю, там каких-то насажденных сословных таких правил, где те же контролирующие органы могут претендовать на вашу прибыль, не владея производством, да. Ну, то и у них вот монопольные такие вот права, да, и они ими пользуются в личных интересах, чтобы обогачаться. Значит, это неизбежно будет приводить к фашизму, а именно упразднением прав свобод граждан в интересах сверхбогатых людей. Выход из этой ситуации только один, то есть есть система, которая запуталась с противоречием. Она может быть укреплена, да, она может быть реформирована на очень недолгий период времени. Потом будут заново те же самые проблемы, а учитывая, что современная вот эта мировая модель смогла временно избавиться от кризисов, который является неотъемлемым родимым пятном капитализма через кредитную систему, развивая спрос внутрь себя. В результате они от кризиса перепроизводства вроде как отошли, потому что склады не переполняются, продукция людьми, собственно, потребляется, но в кредиты. И мы видим, как кредитные пузыри в мире растут, то есть они неизбежно лопнут. Вопрос когда? Система запуталась в противоречиях. Исправить ее может только единственный возможный сценарий, да. От этих противоречий может спасти только национально-народно-ориентированный курс. Каким образом? Через справедливое распределение общественных благ. Не в плане, что придет какой-то популист и скажет, что ребята, мы будем жить нормально, все будет хорошо, а сейчас все останется, пусть все как есть останется, да. А я вас буду кормить завтраками и говорить, что все будет нормально, вы только затяните пояса, войдите в положение. И если, соответственно, эти реформы будут проведены, какие реформы? Они вполне себе понятны. Национализация нефтегазовой отрасли, всей отрасли природных ископаемых. Это крупная промышленность, машиностроение, авиастроение. В Российской Федерации все это очень условно, но тем не менее это то, что настолько важно и настолько социально важно для общества и государства, что это нельзя оставлять в частных руках, потому что это может привести к катастрофе. Это должно контролироваться государство. Помимо этого, коммуникации, например, коммунальные монополисты в первую очередь, где производство, генерация электроэнергии, атомные электростанции, все это вместе с водоканалами, теплогенерирующими компаниями должно принадлежать государству. Во вторую очередь, мы же понимаем, что весомая часть бизнеса останется в руках частной инициативы. И на определенной стадии общественного развития так должно быть. Должны быть предприимчивые люди, которые свой талант направляют на создание каких-то управленческих, производственных, других каких-то секторов, кластеров, организаций. И в этом случае мы должны понять, что эти люди, если вдруг их ждет успех, а рынок и, я не знаю, неправильно, наверное, говорить, дарвиновская система, что самые талантливые все равно окажутся наверху и добьются успеха, мы должны понимать, что эти люди должны иметь обязанность перед обществом и быть социально ориентированными. Не в смысле, это должна быть их добрая воля. Помните, как говорил Ротшильд? Он говорит, а 10% нужно отдавать на благотворительность, потому что это справедливо. Нет, речь должна идти о социальной нагрузке. Эти люди стали богатыми, понятно, они талантливые, если мы говорим не о людях, которые за счет залоговых аукционов получили народные миллиарды, а потому что они действительно проявили таланты управления, рисковали многим и так далее, они стали богатыми, в том числе потому, что они воспользовались научным потенциалом предыдущих поколений и руками трудящихся рабочих, которые реализовали их идеи. И в конечном итоге до сих пор любая бизнес-структура в мире какую не возьмите, и все эти капиталы движут вперед трудящиеся, и, собственно, сверхбогатые люди должны иметь перед ними обязательства. Каким образом? Благодаря прогрессивной шкале налогообложения. Чем выше эта шкала будет, тем это будет более справедливым. Когда Алант приходил на пост президента во Франции, он в предвыборной своей программе говорил о повышении прогрессивной шкалы до 80%. Это очень и очень, на мой взгляд, серьезная тема. И реформы дальнейшие, которые будут нацелены на то, чтобы эти противоречия устранить, это антикоррупционное законодательство, его ужесточение и, соответственно, реформирование. Это права и свободы граждан в части влияния на производство, усиление профсоюзного движения. Это контроль расходования средств со стороны работников. Потому что мы должны с вами понимать, что единственный, кто заинтересован в том, чтобы завод функционировал, чтобы предприятие оставалось, это не собственник. Если собственника будет выгодно уничтожить, взорвать это предприятие, там, я не знаю, и на страховке, например, там навариться. Или это будет сговор с конкурентами для того, чтобы создать дополнительный, значит, ажиотаж на рынке и на этом гораздо больше заработать. И другие какие-то схемы, они на это пойдут. А почему? Потому что у них вопрос заработать. Если это будет механизмом, инструментом, они легко его реализуют. А вот потеряют от этого работники, те, для кого это рабочее место давало уверенность в завтрашнем дне, кормило как бы самого трудящегося его семью, они от этого будут страдать. Для того, чтобы эта ситуация трагическая, там, какие-то неожиданности не произошли, нужно дать контроль тем, кто, собственно, эту прибыль создает. Это всегда, альтернативная точка зрения, всегда разворот в левую сторону. Разворот в пользу социальной справедливости. Поэтому какой вариант будет в России, зависит исключительно от нас с вами. Насколько мы будем во всех смыслах, в первую очередь в личностном плане, да, в профессиональном плане, уметь за это бороться, да, насколько мы сможем объединить вокруг этой борьбы широкие слои населения. Если мы сможем этого добиться, ну, соответственно, победа будет очевидна. Насколько бы власть не готова была фальсифицировать выборы, жульничать, там, я не знаю, запугивать людей. Если люди будут едины, если они будут солидарны, если они будут понимать, что им нечего терять, кроме своих кредитов, да, ну, соответственно, победа будет стопроцентная.